всем доброго вечера еще раз я дарила вам множество работ для изгнаний своего жилища злых сил злых духов они может могут быть разного происхождения природного происхождения мертвого мира часть то есть неупокоенные души они могут быть из мира бесов откройте посмотрите древо бесов чтобы понять кто они такие не обязательно злые или добрые бес это определенные духи которые находятся в определенном таком эгрегоре соблюдая некоторые условия они могут называться бесами то есть ну можете открыть лекцию и там все сказано чтобы здесь не терять время имеется ввиду что к бесовскому древу относятся и духи природы могут относиться и мертвые могут стать бесами и демонические силы и божественные силы могут уйти в древо бесов если им там удобнее получать энергию по сути эти все силы они стараются получить энергию все зависит от энергии силовых полей в этом мире в мироздании и каждое создание существо каждой сущность она хочет чем-то питаться солнце энергия земля энергия мы с вами такие твердые энергии называется но если под микроскопом нас посмотреть мы практически жидкие все и нас соединяет энергетические частицы и поэтому для определенных целей смотря какие силы какие энергии получают положительные или отрицательные но они хотят получить энергии есть силы которые питаются отрицательными эмоциями страхами ужасом людей значит болью людей их называют злой силой есть силы которые питаются энергией радости то есть они дают человеку что-либо взамен получают эту энергию радости благодарности это их подпитка это называются добрые силы ну это условное разделение конечно потому что они и зло и добро могут творить с одной и с другой стороны но злыми силами обычно называют те силы которые нацелены на отрицательное получение энергии в мироздании вот например человек заходит в комнату да и ужасается вот боится кого-то видит что-то видит и начинает в ужасе кричать боится туда заходить и он постоянно питает эти силы или эту силу своей отрицательной энергии усиливает тем самым а если он не будет бояться проявлять эмоции день-два они могут уйти хотя есть и очень сильные такие духи сущности которые невзирая ни на что сами по себе не уйдут пока их не изгонят помогает ли например вызывают там батюшку приходит читает молитвы значит в этом помещении некоторое время некоторое время может помочь потому что как я вам говорила например злая сила почему она проявляется да не чистая их называют почему проявляется и возможно ли призывая любого бога любое божество любой религии помочь себе в эту минуту да по внегласным законам потустороннего мира если человек обращается к любой силе то эти сущности обязаны уйти то есть они могут быть наказаны если они не исполнят поэтому когда человека например произносит молитву или крест показывает или мусульманскую молитву читает дуа или человек призывает древних богов кого бы он ни призвал в эту в эту минуту это ему поможет он покажет свою принадлежность другой силе следовательно эти сущности уже не имеют власть не имеют они права уже напасть только поэтому это спасает но короткое время через некоторое время это может повториться если вы определенном месте они поселились не путайте пожалуйста с джинами джинами немножко другой разговор о джинах мы с вами говорили у меня целая лекция джинны страшники востока от них тоже определенное время такие работы помогут но для них немножко другое должно быть я по-моему давала такую работу если нету значит ближайшее время постараюсь вам дать джинны намного могущественнее они более древние они более сплоченные духи это не случайные злые духи и злые сущности какие-то призраки привидения которые находятся в этих местах хочу чтобы вы понимали что душа и привидение это в принципе одно и то же только за одним исключением призрак или привидение привязан к этому месту если туда не идешь он тебя не преследует какая-то злая душа дух злой да он уже духом становится после смерти он может привязаться и преследовать вас это да но призрак он именно в этом месте но например вот там призрак белой дамы да есть в польше считает что это варвара радзивилл который там была отравлена своей свекровью хотя версии разные многие версии говорят не в пользу этого отравления что она на самом деле была болезненный человек и просто умерла потому что был болела долго но неважно вот ее призрак вот этой белой дамы обычно проявляет себя при каких-то обстоятельствах перед войной перед каким-то там голодом перед мором перед чем-то еще если увидели значит это не к добру вот это призрак это белая дама сюда не придет она привязана к своему замку по моему этот замок не швилл по моему да если я не ошибаюсь не свил не швилл извиняюсь если неправильно говорю сейчас этот замок в беларуси не свилл по моему да его реконструировали и он очень нормальном таком состоянии сохранился красиво это резиденция радзивиллов ну разные такие есть белые дамы и черные дамы есть призрак анны болейн проявляется в значит ауре и она выходит даже место есть казни ее там так ограждено где это происходило и говорят что она проявляется причем без головы в руке голова и здесь есть множество различных историй некоторые как-то говорят а почему вот в россии нет таких мистических в россии более чем где-либо мистических историй рассказов столкновение с этими духами просто в отличие от жителей других стран в россии к этому относятся спокойно как будто так и надо ну домовой шалит там у вас двери открывать домовой наш шалит если такое скажете в америке у них будут глаза на лбу а что так вот спокойно просто это не обращая внимание или после этом смерти деда бабушки обсуждает там твой то приходил да приходил прощаться там ходил гремел что-то как знаете как чай пить ни о чем просто у нас менталитет такой что мы к этому относимся спокойно вот и все но это не означает что здесь этого нет это больше больше более чем где-либо есть но иногда селятся в домах именно злые духи у нас в домах есть духи они всегда есть и домовые если другие есть духи и они приходят уходят и меняют друг друга иногда бывает что как бы начинает педокурить а потом исчезают но бывают именно привязаны к этим местам вот те самые призраки или людей или просто привязаны злые духи которые веками там жили вы их потревожили либо бывает что человеком они пришли человек пришел к вам погасить ушел после этого нечто происходит самая большая опасность в том что эти духи забирают у нас жизненную силу энергию утром просыпайтесь как будто всю ночь отходили вас дубинкой все болит все все прямо от почек до головы ночные кошмары ощущение что вы проживаете чужую жизнь вы идете попить чаю до на кухню прошли вы проходите сквозь него и у вас настроение портится вам не хочется жить у вас начинается дома ссоры на пустом месте иногда начинает не просто падать предметы могут ножи вилки просто лететь и это очень опасно смотря чем но вот и чем больше люди начинают пугаться и домашние животные пугаются этого всего тем больше отдают свою вот эту энергию страха тем больше он наглеет усиливается и в конце концов уже начинает и какие-то звуки издавать и мяукать и скрипеть и так далее иногда селятся такие духи если дети балуются там призрак там черные дамы вызывают кто у нас еще есть дома пик до кого угодно какого-то гнома матерщинника какого-то еще кого-то огромное количество таких ненужных конечно и ненужной информации которая сейчас вылилась и детям хочется баловаться они занимаются ерундой не понимая что они делают или даже элементарно вызывают там медиу этого духа да вот сеанс медиума если вы не опытный человек если вы в этом ничего не понимаете никогда не рискуйте заглядывать по ту сторону мира нашего потому что вы можете оттуда вернуться душевно больными но вашу жизнь превратят в нечто то есть невыносимое я хочу вам сказать что даже очень скептические люди сталкивались с этими начинали верить что и существует и так ритуалы следующие например изгнать злую злую силу голосом ведьмы изгнать дух захмат чистка дома много работ сейчас все не вспомню если вы вспомните внизу можете даже написать список этих работ которые я давала хочу вам дать еще один ритуал с помощью плакун травы дербенник который называется трава плакун потому как выделяет огромное количество жидкости из себя считается что плакун трава обладает определенной силой ну мы уже поняли что просто так древние люди ничего не говорили они испытали на себе силу трав поэтому знали что чертополох там трава плакун значит могильник что еще у нас можжевельник полынь зверобой они обладают определенной силой я вам объясню как что значит изгнать вот посмотрите лекцию там подробную мою лекцию травы в магии и я там объясняю они создают определенную сетку невидимую для нас энергетическую сетку куда попадают вот эти вот сущности бродячие они не могут пройти через них они задыхаются им становится некомфортно неуютно и они уходят из этих помещений где энергия этих трав так вот чистка с травой плакун известны издревле различные из чистки есть очищение себя начитка отчитка значит и снятие там сглаза порчи но и есть работа с помещением чистка помещения плакун травой вам нужно 6 ночей или вечеров к ряду когда уже темно солнце садится то есть в сумерки подготовить черный алтарь черная ткань на алтарь емкость для разжигания травы траву надо значит сжигать потом возьмите что-нибудь такое удобное чтобы вам можно было руками обхватить взять вот эту емкость и носить по всему дому окуривать читая при этом определенные слова можете одну часть оставить там на алтаре взять еще емкость там перекинуть немного чтобы дым шел и одной рукой держа вот книгу тени или там тетрадь или телефон в концов куда вы перепишите то есть от скрынете эти слова но желательно написать на бумагу переписать на бумагу почему потому что вас никто не отвлекает в этот момент и вы всецело вот проникаете вам нужно настроиться на это все вы будете ходить по дому и начитывать в доме начнется активность движение дом просто оживет вы начнете видеть как предметы начнут передвигаться одним словом в доме начнется определенная активность вам нужно с этой емкостью ходить начитывать 6 вечеров первый день будет сильнее активность второй день немножко поменьше и вот так вот 6 вечеров или ночей к ряду изгонять с помощью плакун травы злых духов из своего дома вам станет гораздо легче и дети начнут меньше болеть если вас кошки собаки болеют если вы в селе живете вы можете очистить там коровник свинарник что угодно вот начитывая вот этим дымом пройтись изгоняя из всего своего хозяйства из дома злую силу которые приносят вам неудачи которые приносят вам болезни постоянные ссоры в семье и так далее ну и забирает вашу энергию жизненную силу надела сегодня посидеть во дворе немного написать снять но дождь опять пошел усиливается наверное надеюсь еще пока есть время может еще утихнет то что это конечно хорошо очищает пространство и духота как бы уходит но все равно сами знаете кто подвержен мигренем у них сразу начинается и головные боли и давка везде и так слова следующие лакун трава лакун трава всем травам мати ты плакала плакала все слезы свои проплакала плакун всем травам мати не котись твои слезы по чистому полю да по вольному раздолью станет и страшный для злой силы для темных не отвлекло ладно для темных духов полудухов бесов полубесов прикажи им уйти во своя си они послушаются тебя утопи их в слезах гони их по чистому полю в земли безлюдные где люди не ходят так они не бродят слово мое при тебе крепко да лепко истинно так заклинаю у меня тоже началось движение лакун трава плакун трава всем травам мати ты плакала плакала все слезы свои проплакала плакун плакун всем травам мати не котись твои слезы по чистому полю да по вольному раздолью стань ты страшный для злой силы для темных духов полудухов для бесов полубесов прикажи им уйти во своя си они послушаются тебя утопив в слезах Кони их по чисто полю, в земли безлюдные, где люди не ходят, да кони не бродят. Слово мое при тебе крепко да лепко, истинно так, заклинаю. Да, забыла сказать вам, что читать нужно в помещении в каждой комнате по одному разу хотя бы. Если есть особые комнаты, в которых активности больше у вас бывает, и вы боитесь этих комнат, там начитывайте несколько раз, ну три раза, например. Здесь определенной цифры нет, смотря сколько у вас комнат, какое у вас помещение, сколько у вас хозяйственных таких построек, пристроек, да, и то, и то верно перед домом. Поэтому сами посмотрите, вы можете даже в огороде читать, даже у себя в этом, во дворе читать, потому что все, что ограждено, все, что ваше, там сохраняется ваша энергия, это все ваше. Не имеет значения, что это как бы улица, но это ваше помещение, это ваш дом. Там все связано с вами, то есть оно все очищается. Потом эту всю траву собирайте, все, что сожгли, и нужно будет посыпать под дерево, но не у себя дома, а вынести из дома. Если это квартира, на следующий день вынесите, просто посыпьте без каких-то слов, без монет, без ничего. Просто посыпьте на землю, возле дерева желательно. Если это частный дом, то вынесите за забор, где-нибудь там посыпьте, но подождите, чтобы оно остыло, чтобы не было там угольков или там искры. Вдруг, мало ли, если тем более вы возле леса живете, сейчас лето, поэтому соблюдайте осторожность. Можете даже на всякий случай сверху чуть-чуть воды подлить, чтобы убедиться в том, что оно полностью остыло. Зола. Плакун трава, плакун трава, всем травам мати. Ты плакала, плакала, все слезы свои проплакала. Плакун, плакун, всем травам мати. Не котись твои слезы по чистому полю, да по вольному раздолю. Стань ты страшной для злой силы, для темных духов полудухов, для бесов полубесов. Прикажи им уйти во свояси, они послушаются тебя. Утопи их в слезах, гони их по чистополю. В земли безлюдные, где люди не ходят, где кони не бродят. Слово мое при тебе крепко да лепко, истинно так, заклинаю. Где купить плакун траву, ну, можете заказать в любой там магазин магии. В любой там сайт можете заходить и заказать эти травы. Правда, из-за некоторых товарищей начались гонения на эти магазины. Я же говорю, из-за определенных людей потом начинают все страдать. И вот и сатану там приписали, и кого только там не приписали. И очень жаль, что у нас народ не очень в этом отношении знающий, мягко говоря. А то бы поняли, что это всего лишь древние силы и языческие боги. А языческие боги всегда изображались рогатыми, потому что они были связаны с природой. И они изображались как олени, как, ну, козьи головы, козьи рожьи и так далее. И в этом ничего такого нет. Магия вообще не связана с сатанизмом, она связана с природными силами. Но, как всегда говорю, да, из-за подобных товарищей, которые всех подряд, всем подряд обещают сделать из всех ведьм и колдунов, для них это коммерция, но из-за них потом начинается ненависть и начинается переворачивание всего и всего. Ну, надеюсь, что эта волна пройдет, и эти магазины как были, так и останутся. Так что вот на таких сайтах, магазинах можно заказать. Да и вообще просто можно у травников заказать, и можно у себя собрать плакун травы, если кто знает. Ну, высушить нужно, естественно, иначе не сожжете. Еще раз читаю. Плакун трава, плакун трава, всем травам мати. Ты плакала, плакала, все слезы свои проплакала. Плакун, плакун всем травам мати. Не катись твои слезы и по чистому полю, да по вольному раздолю. Стань ты страшной для злой силы, для темных духов полудухов, для бесов полубесов. Прикажи ему идти во своясь, и они послушают тебя. Утопи их в слезах, кони их по чисту полю. В земли безлюдные, где люди не ходят, да кони не бродят. Слово мое при тебе крепко да лепко, истинно так заклинаю. А не послушают или не послушаются, здесь нет особо слов-ключей в заговоре, поэтому есть слова, которые не страшны. Если немного виды изменены, смысл тот же самый. Не откладывайте такие вещи на потом. И потому что, объясню почему, потому что такие силы, они вызывают депрессию. Злые силы, они вызывают онкологические заболевания, да. Они вызывают такие заболевания, они забирают жизненную силу. Если у человека нет жизненной силы, у него иммунитет падает, его организм не может бороться ни с чем. Они вызывают ненависть, они вызывают фрегидность, нежелание, они вызывают немощь у мужчин, понимаете. Они выпивают жизненную силу, забирая вашу жизнь, вашу радость жизни. Вы не чувствуете вкус жизни, вас ничего не радует. Ни дети, ни дом, никто и ничего. Вы можете сутками лежать у себя, но это уже крайние, скажем так, последние стадии, когда человек лежит безучастный ко всему, ничего не хочет, вообще нет никаких чувств, им все равно, что происходит в мире. Вот такое тоже может случаться. Поэтому, если вы чувствуете, что в вашем доме атмосфера тяжелая, что вам хочется бежать оттуда, а если вы дома, вас как будто бы не отпускают из дому, если у вас перегорают постоянно лампочки, сжигается электричество там, все время это вышибает пробки, то есть вы почувствуете это, потому что эти кошмары, депрессия, нежелание жить, ругань, вот это внутренние трясучки и так далее, вы гоняете их из вашего жилища, им там делать нечего. Они погонят вашу жизнь. В конце концов, могут просто забрать вас оттуда, с собой забрать, вот так вот, доводя вас до всего, что угодно. Они могут и внушать, и мысли о самоубийстве, чего только они не могут. Это злые силы. И они приходят в вас выпивать и убивать вас, понимаете? Поэтому уберите их. Уберите, у вас есть этот инструмент, эти знания, которые я вам дарю, используйте их и убирайте их из вашего дома. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok